Самая страшная сторона этой правды Это Иркутское высшее военное авиационное училище Точнее, развалины этого училища, все, что от него осталось Училище занимало первые места, призовые места по спорту, по науке, по учебу Немного таких было в училищах Министерства обороны училищ В которых в 90-е годы не было недобора Начали резать Реформаторы ведь обосновались не в одном министерстве образования После оптимизации по Сердюкову Россия лишилась единственного на всю Сибирь и Дальний Восток Училища, готовившего инженеров военной авиации Новая крыша, да? Это крыша восьмого года Это называется материал профнастил металлический Вот так было все в профнастиле вот здесь Для комиссии ремонтировалось Все сгорело Впечатление такое, что это искусственный поджог По неволе идешь, это же горит твое сердце, по сути дела, душа твоя болит Идешь, эти ленточки натянутые МЧС, вам нельзя ходить Я начальник училища, я пацаном здесь бегал Я выхожу каждое утро и иду на службу и вижу вот это Вот так училище закончило свое существование Но самое страшное и закончили еще Кроме нас существование Тамбовское высшее инженерное авиационное училище Ставропольское военно-авиационное инженерное училище высшее Академия Жуковского Академия имени Гагарина То есть это бульдозер прошелся по всему высшему образованию По подготовке инженеров Вы садитесь на Транссибирскую ЖД И из окна созерцаете И поедете Гарнизон, домно, гарнизон, бада, гарнизон, джеда, гарнизон, укурей, гарнизон, ареда и так далее Езжайте до возвиженки Одни бойницы, глаза, без зрачков, скажем так, это окна Геополитически это на уровне преступления, конечно Вы что думаете, это военная тайна, что Дальний Восток испытывает недостаток инженера технических кадров авиационных? Сергей Кожугедович Шойгу подводит итоги после учения Восток И упоминает такую фразу Низкий процент исправной техники Обусловленный недостатками, нехваткой инженера технического состава Ой, да я главное не порвать Службу в церкви заказывали по возрождению училища Можете представить? Службу в церкви? Службу в церкви устраивали Не помогло пока Что вы чувствуете, когда приходите сюда? Сюда я стараюсь не ходить Я третий раз за 8 лет подхожу к этому крыльцу Здесь, вы не поверите, стояло 4 самолета Су-17, МиГ-29, Су-24 и МиГ-23, по-моему, что ли, вот так Какая обороноспособность? Кто будет защищать страну? Каким оружием? Кто произведет это оружие? Произведет расчеты для производства оружия? Я был школьником, была производственная практика Вот что министр Васильев это хочет ввести, да, производственное обучение еще школьников Я ходил на завод имени Куйбышева Иркутский завод тяжелого машиностроения Ордена Трудового Красного Знамени Изготавливал золотодобывающие драги В 12 стран мира поступало Сегодня там магазин, стройматериалы, электротовары и всякая другая шелупонь Завод такой, махина Какое тут училище, кому оно нужно, да? Кто в конце концов накормит инженера, летчика, солдата? Подпрыгивая от восторга, от рекордных урожаев зерна, мы забываем Все это уходит на экспорт И нефть не ваше, и зерно не ваше А вот 40 миллионов гектаров заброшенных пахотных земель, они ваши А вот уничтоженная селекция и растениеводство Вы давно видели в магазинах отечественные семена и саженцы Угробленная генетика, безо всякого Сталина угробленная А издыхающая агротехническая наука, вот это ваши А вот это ваши